Технопром Технопрограмм 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 Новосибирской области. Но, кроме этого, катализатор известен всем как компания, предлагающая комплексные инновационные решения исключительно для каждого своего клиента. Какие отрасли экономики нуждаются в ваших услугах? Нуждаются все отрасли, где есть каталитический процесс. В первую очередь, это, конечно, газонефтехимия, нефтепереработка. И также мы представляем довольно приличные решения, наверное, лучшие в России, по очистке воздуха от легких органических соединений. Понятно, что это те решения, которые нужны в очень многих областях, в очень многих отраслях, вплоть до бытового применения. Например, очистка от скверных запахов, выбросов в атмосферу общепита, котельных, ну и так далее. Я, на самом деле, не особенно задумывался на тему, кто бы мог обходиться без нас. Мне нужно задумать на тему, как помочь, как сотрудничать с теми, кому мы нужны. Инновационность вашего подхода как раз к особенному предложению, уникальному предложению для каждого вашего клиента в чем? Бизнес, если он хочет быть успешным, он всякий раз должен генерить какие-то новые подходы, какие-то новые фишки, которые позволяли бы ему быть более востребованным на рынке, чем конкурентом. Это нормально, это естественно. Поэтому, когда вопрос задан вот так, вот инновационность в подходах... Универсального ответа нет. Ну, могу сказать, наверное, только следующее, что мы, наверное, одни из первых, во всяком случае, в России, начали пропагандировать, что мы поставляем не только катализаторы, мы поставляем нашим партнерам решение их проблем, комплексное решение, которое может заключаться не только в замене того или иного катализатора. В первую очередь, это подбор оптимального катализатора, изучение особенностей работы установки, вплоть до вмешательства в дизайн установки, ну и так далее. Сейчас катализатор, насколько мне известно, работает параллельно над пятью масштабными инновационными проектами. Расскажите, пожалуйста, насколько они амбициозны, насколько они могут изменить и бизнес, и, возможно, мир вокруг? Те проекты, над которыми мы работаем сейчас, в эту минуту, ну, это в первую очередь, конечно, мы сейчас заканчиваем наш первый крупный инвестиционный проект «КИТ» – катализаторы инженерин-технологии, в результате которых мы вывели на рынок два новых продукта, которые уже окупились, кстати. И главное достижение этого проекта, что в результате этого проекта мы получим научный прикладной комплекс, катализатор мирового уровня, довольно приличной площади. В этот проект мы вкладываем порядка 900 миллионов рублей. Второй крупный инвестиционный проект, которым мы сейчас занимаемся, это проект «НЦИК» – национальный центр инженеринга и испытаний катализаторов. Работ сейчас, вот, лично моего времени, наверное, существенная часть уходит на это. Это, значит, это такой очень интересный проект. Вот вчера он получил поддержку на заседании рабочей группы по реиндустриализации экономики на Новосибирской области. Спасибо господину губернатору, спасибо всем членам рабочей группы, кто принял, на мой взгляд, очень правильное и очень взвешенное решение и поддержал наш проект. СКТБ «Катализатор» входит в топ-5 российских быстрорастущих технологических компаний. Прошлый год принес победы в федеральном и региональном этапах национальной премии «Золотой Меркурий». А пять видов продукции «Катализаторы» вошли во всероссийскую программу «100 лучших товаров России». Экспорт предприятия превышает 90% всей реализации. Первая часть масштабного проекта «Катализатор» называется «Реализация технологической инициативы КИТ» – «Катализаторы инженеринга и технологии». И она уже завершена. В случае успешной реализации этот проект позволит создать на базе предприятия научно-технологический центр мирового уровня. Общий объем инвестиций составил 900 миллионов рублей. Из регионального бюджета была оказана поддержка в размере почти 36,5 миллионов рублей. Предприятие создало два продукта. Первый – термостабильный катализатор дегидрирования изобутанов изобутилен в кипящем слое. Второй – алюмо-титановый катализатор для процесса Клауса. Но это еще не все. Был осуществлен апгрейд здания катализатора и оснащены новейшей лабораторией. Полувековой юбилей в следующем году катализатор встретит в максимальном технологическом вооружении. Андрей Александрович, как Вы оцениваете научно-промышленный потенциал предприятий Новосибирской области? Вопрос веторический. Я очень высоко оцениваю научно-промышленный потенциал нашего региона. И, наверное, больше научный, потому что Новосибирская область славится именно разработками, инновациями. У нас, может быть, нет такой крупной обрабатывающей, добывающей продукции. Поэтому мы ориентируемся на разработки и инновационную индустрию. И даже в этих отраслях у нас есть свои лидеры. Я могу назвать такие компании, как Ангиолайн, которая самый крупный производитель медицинских изделий для кардиологии в Российской Федерации. Я могу назвать СКТБ-катализатор, который не только российский рынок захватил, а у которого в портфеле продаж более 90% экспортной составляющей. Тот вектор инновационности, анонсируемый на площадке Технопрома, как может отразиться на экономике региона и в масштабах страны? Тоже вопрос литератический, ответ напрашивается. Конечно, положительно отразится. И не только на экономике Новосибирской области, и на экономике всей страны. Я уже привел пример присутствия наших новосибирских предприятий на рынках. Могу привести другой пример и другой подход. Это развитие кооперационных связей, как внутри региона, так и за ее пределами. И вот когда проходишь по стендам этой выставки, и ты посещаешь предприятия, которые приехали к нам из других областей, вот я сегодня не нашел ни на одного стенда, где бы не было сказано, что мы не используем продукцию новосибирских предприятий. Многие предприятия получают поддержку на федеральном уровне. И какие особенно яркие, на ваш взгляд, примеры ГЧП существуют в контексте Новосибирской области? Вы правильно абсолютно говорите, что ГЧП, партнерство публичное и частных участников, оно выражается не только в привычных форматах. Это ГЧП соглашения, это концессии, но и когда частные предприятия реализуют свои проекты, коммерческие проекты при различных мерах поддержки со стороны государства. И вот вы упомянули проект катализатора, СКТБ-катализатор, я могу также добавить успешный проект Ангелайна. Кстати, первый этап этого проекта, запуск новых производственных корпусов, завершен был вчера в торжественной обстановке. Это пример, когда при поддержке со стороны власти, региональной власти, федеральной власти, предприятиям удается в кратчайший период расширять свое производство, осваивать новые уникальные продукты. Причем эти меры поддержки, это не обязательно финансовые меры, это не обязательно субсидии из бюджетов или какие-то налоговые преференции. Зачастую требуются меры административной поддержки, а иногда даже просто пристальное внимание со стороны властей разных уровней. В этом, кстати, особенность нашей программы реиндустриализации, что мы стараемся на рассмотрение рабочей группы по этой программе выносить не какие-то рядовые проекты, которыми, в принципе, может похвастаться любой регион, а выносить такие проекты, поднимать такую проблематику, которые бы отразили системные проблемы целых отраслей. Спасибо, Андрей Александрович, что уделили РБК время. Спасибо. Получившая поддержку на технопроме «Идеи строительства» в Новосибирске национального центра инжиниринга и испытаний катализаторов заключается в создании паркопилотных установок, на которых будут тестироваться катализаторы. Проверенные на них катализаторы будут загружаться в реальные промышленные установки на НПЗ. Поскольку в ходе испытаний загружаются конкурирующие между собой катализаторы, то можно будет выбирать таким образом катализатор для каждой конкретной нефтеперерабатывающей установки и конкретного сырья. Отборные катализаторы позволят нефтеперерабатывающим заводам увеличивать выпуск светлых продуктов. И здесь любопытная статистика. Рост их выпуска даже на 1% в масштабах страны позволит увеличивать объем выпускаемой продукции на 50 миллиардов рублей в год. Арифметика простая. Это прирост доходов России за счет акциза и НДС на 21 миллиард рублей в год. Общий объем инвестиций в проект составит 2 миллиарда рублей. А предполагаемый эффект от НЦИК для российской нефтеперерабатывающей отрасли это прирост продукции на сумму от 50 миллиардов рублей. Анастасия Овчар, Тимур Тарабыкин. События. РБК Новосибирск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова